здравствуйте дорогие друзья здравствуйте другие подруги не знаю что сегодня случилось но мне кажется то ли пятна на солнце то ли вся вселенная проснулась перфораторы уже были сосед двумя этажами ниже бухает и врубил музыку на все сейчас вижу его попросил ну не знаю на как долго это хватит поэтому если тут музон врубится сильно переживайте я постараюсь погромче говорить бритье сегодня бритье у нас ребята будет как обычно не обычно плюс я сегодня хочу внести еще одно новшество об этом я скажу чуточку в конце жаль на крупном плане это не показал хотя наверно теперь каждый раз будем на крупном плане показывать не буду тянуть скажу ребята в каждом обзоре будут одеколоны сколько раз вы говорили вадим покажи парфюм сколько раз я собирался все это делать ну вот как-то вот знаете все не складывается а тут подумал ну а чё тянуть то хватит просто делать в каждом обзоре будет по одеколону а сегодня начнем пожалуй с одного из моих любимых сандал от компании diar harris который любезно предоставил опасная бритва рф покажу все что есть все пока начнем с того что присылали опасная бритва рф и ги фанка ги фанка все выдавайте на крупный план я тут начинаю подготовку и ура ура вперед пока музон не врубили сегодня опять будет станок волга времен ссср но сегодня чукча хитрый как я вам обещал поставим все точки над и и запустим у следуем физер чтобы не оттягивать удовольствие сразу же его и поставим так антон карельный сказал что ручка 73 антон смотри ни ты ни я не прав вот если самого основания мерить это получается 75 76 но не суть не суть ручка достаточно длинная принципе но более-менее мой размер хотя если было бы подлиньше мне бы наверно даже еще больше по кайфу бы пошла вставляем позиционируем закрываем вроде все порядке да так со станком разобрались кстати следующий раз обязательно испытаем тимр 1322 который у меня тоже есть но это уже от андрея карасева сейчас не буду занимать ваше внимание просто в следующий раз постараюсь его запустить пришей вам ребята сегодня будет опять же крем новый крем от ины она его сейчас экспериментирует хочу с ним до конца разобраться и попробуйте использовать сегодня именно его интересно интересные по запаху и по работе сегодня и запустим а мыло ребята думал гадал ну не то чтобы учитывая ваши пожелания парни я же не дебил я что же такой же как и вы не как бы обычно это мил мыло и пена тоже больше нравится поэтому сегодня остатки сегодня будет труфит хилл который нам любезно предоставил опасная бритва рф икра заморская баклажане все у них больше ничего нету это вот последняя и кстати от гиффенкера тоже одни крема покончались поэтому будем что-то изыскивать и как будто случайно по заказу знаете вот по наитью труфит хилл смотрите какую форму интересную имеет а случайно заключается в том что я уже давно хотел искал повод показать вам чашу которая тоже будет участвовать в обзоре чашу от дмитрия лиференко я уже как-то раз вам ее показывал но более подробно они не рассказывал получается 92 диаметр здесь вот такие вот просечки видите чтобы ничего не крутилась вот так как вообще хорошо видно пять отверстий для слива лишней влаги ручка вот с такой уже ставшей привычной бубышкой который дмитрий практически всегда делать чтобы не проскальзывал в принципе достаточно удобно хорошо нормально держать объем объем приличные ребята приличные посмотреть какая горловина тут практически любой помазок со свистом пролетит и вот это вот белая лона прям мне по кайфу жалко конечно вот здесь и черная мне бы здесь вот белая тоже больше понравилось на другой стороны колориту добавляет вот такая чашечка ловлю себя на мыслись что здесь не хватает вот этой самой надписи труфит хилл дмитрием тогда говорили какой цвета игра давай труфит хилл вот они любят такой цвет вот дмитрий так и сделал золотистый цвет труфит хилл сюда еще нанести они англичане бы от зависти бы слюнями захлебнулись шучу и донышко такое козырное классное получилось короче вот эта чашка тоже сегодня будет на обзоре ребята что до мыла мыло ну пахнет отлично пахнет отлично как в работе посмотрим но труфит хилл он и в африке труфит хилл поэтому как бы я знаете каких-то подвохов то я от него не жду тем более на фоне последних кремов я думаю что сегодня все будет нормально все хорошо тем более под прошлым обзором я помню был вопрос по поводу синтетики от мюлей какому классу ее отнести ребят сейчас ничего не буду говорить скажу в обзоре отдельно сегодня она и будет на обзоре автошивом пойдет кузнецкий мост как я вам обещал предыдущем обзоре будет он посмотрим на что он способен как себя поведет вообще насколько он хорош плох да и в принципе то хоть другой стороны что говорит 140 рублей парни ну вот это за считаю задарма будет он окно пока на крупном плане дайте-ка покажу какая дырочка дырочка деколонная смотрите такая небольшая все пошли бриться пришли салфетка прошла сейчас наношу пришли фатыны запах хороший и нравится как он наносится прямо знаете как-то так деликатно сегодня думаю будет больше шансов понять как он работает пока работает пришли давайте займемся нашим мылом одна из особенностей синтетики вы конечно все знаете об этом но я просто напомню то что и не нужно предварительно замачивать она мокнет буквально махом и воду покажет и все готовы прям скучит знаете вот если бы это была моя чаша и моё мыло пожалуй вот в этом случае я бы наверно сделал следующее как вот пацаны говорили по тем более не забивай голову всякими банями терочка терка наше все я буду пожалуй взял бы терку наточил бы нашоркал и выдавил будут сюда в эту чашу несмотря на то что дмитрий сделал там вот эти насечки для такого куска мыла она почему-то не работает я вообще с трудом сейчас понимаю для чего это чашу то есть по сути она здесь нафиг не нужно самое простое что надо было бы сделать это вот так вот взять в руку и то наверно было бы эффективнее а потом то что пола получилось обратно в чашу поклал и все давайте так и поступим ребят помазок зачетный но после всех тех которые уже были на обзорах и вот после того нового что я узнал чертовски просто чертовски не хватает размера на эти вот объем подавай объем что взял такую и тебе там бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум а здесь вот такое вкусно приятно хорошо но блин маленький маленький ну попробуем что он покажет с физером обратили внимание как носовые пазухи прошел то есть то же самое что он говорил в предыдущем видео повторю на этом этапе кончиком станка когда вот так вполне реально туда маленечко попасть и вот это тоже помогает вот сейчас на этом этапе здесь осталось чуть-чуть как я уже знаю когда буду проходить параллельно вот так то я все это доберу ребят смотрите мне кажется или мало садится странному по моему садится вот здесь маленько шаркнул даже понял когда станком вел и почему-то решил вот так провести вот и работал да ребят мы его смотрите садится новость непонятная для меня новость почему вода у меня мягкая да парни это наверно все таки была самая важная моя ошибка что не поставил самые острые лезвия которые я знаю на этот станок но опять же видите с ним первый столкнулся если бы у меня были те знания которые вот потерпнул из этих сообщений под последнее видео что это самый мягкий жилетов ну тогда да тогда да а так то вот попытался но в любом случае методом проб и ошибок и рано или плотно подобрал бы на него лезвия понятно даже если без ваших комментариев после такой неудачи я бы попытался или персону или физика сюда поставить дабы прострелить на эти какой-то артиллеристов по точкам левый рэпер правый посередине и дык ляля ну вот фигер бы все равно взял но это верное решение да это она меня сейчас озадачивает пена почему она садится еще раз наберу помазок загрузился нормально чего не так то запах приятный вот смотрите только что закончил наносить мыло вот с обоих сторон смотрите более-менее равномерно да вот сейчас начинаем бриться и вот запомните эту сторону как только дойдем до него посмотрите как она будет выглядеть у меня четкое ощущение что пена садится может быть это так должно быть типа ты намылил она села но на коже это все равно все осталось и ты спокойно бреешься ну вот посмотрим особая пазуха стараясь сразу же по убивать всех зайцев в труднодоступных местах здесь здесь и здесь вполне себе заходит убрал все вообще ничего нет и сразу чтоб не тянуть долго вот сейчас если вниз вести я чувствую что там дофига чего есть все полу дельфин готов ничего нету ну вот пришли мы на левую сторону в этом чем твить я с трудом ребят много садится почему тоже может у фит хим сам по себе такой но если на первый слой еще подозревал что может быть пришли в каким-то там боком друг у него какая-то там такая формула вины что вот раз она вось вось мыло или мыло посадила но одно что есть фумигаторы но чтобы пришли выступал в роли в роли фумигатора тут как-то знаете верится с трудом но это же было первый проход на 2 вот а нету хотя все покрыто пленкой такой знаете как маслянистый брейте пожалуйста но пены то я не вижу сегодня знаете получается как в том анекдоте или печни или частушки мимо тещиного дома я без шуток не хожу то я станок в окно засуну то я что-то покажу ну никак не ожидал что такое именитое мыло поведет себя так ну давайте посмотрим что будет дальше намочу еще раз мыло намочу помогут и кстати ребят может быть кто то из вас уже сталкивался с таким мылом может быть подскажете вдруг я чуть не то делаем вдруг я как-то не так поступаю вот по идее сейчас даже в чашу-то нигде не сбиваем вот все что мы собирали вот он и сразу на лицо на лице уже избиваем по идее какие-то сюрпризы то все нормально должно быть кстати сейчас лишней влаги нет то пена которая сейчас на лице она уже по консистенции как знаете как как что-то гипсовое такое вот сейчас если в этом состоянии будет пропадать но у меня тогда вообще без вариантов я не знаю что думать нет бритта она позволяет все нормально все хорошо ну как-то хотелось бы с пеной вообще-то и последний завершающий то сейчас против шерсти по носу по сути после тех двух проходов здесь уже ловить то нечего там какой-то мизер буквально все ну вот йог пена йог да и тише твою налево не по мосту золотуха не точно на пятна носом и Ребята, ну получилось хорошо На лице Тупфит Хилла осталось только, что в принципе и на добривку-то хватает, вполне себе Бьютифаль? Ну, давайте вначале сейчас автошейф прогоним Знаете, не с целью отмазать, как-то так, сгладить углы, отмазать мыло Должен сказать, что вот после компресса на лице еще дофига всего чего Ну, то есть, хотя бы в этом, хотя бы в этом что-то есть Так, ладно, давайте автошейф, а потом уже за все потихонечку, за все помаленечку Кузнецкий маус, та-та-та-там, та-там Russian Cold Passion Наше, родное, отечественное Дозатор, ну, тут эти колонны, к которому я уже привык и которые уже, как бы, еще с юности, с детства помню Ух ты, ёж, твою медь Парни, спирта 150% Наш, наш оди колонны Ну, в смысле, автошейф Ммм, как хорошо Ребята, извините, знаю, что некоторым вам, из вас не нравится, что я тут какие-то движения делаю Парни, ну, отвернитесь, отвернитесь, ничего не могу с собой делать Если я каждый раз себя буду контролировать, вот делай так, не делай так, потому что тому-то нравится это, этому не нравится то Ребят, это будет сценарий Я по сценарию как-то, знаете, не приучен Тут все Вот как оно идет, так оно идет Лажа, значит, идет лажа Успех триумфальный, значит, триумфальный успех Так себе уточка серая, ну, значит, серая уточка Вот как оно есть, так оно все и есть, ребят Я вот всю жизнь я так прожил И здесь вот играть на видео как-то, ну, извините, парни Что-то как-то это Ну, не смотрите В конце концов, тут же ничего позорного нет Ну, каждый из вас это делает каждое утро Ну, каждый день Если не делает, то странно, а что это вы там делаете Жара тут как-то, хочешь не хочешь, что долазить-то надо Итак, автошейф Ребят, тот, кто его назвал автошейфом, мне кажется, кривит душой Это одеколон Да, одеколон Одеколон По силе запаха Да, нормальный одеколон По крепости Да, блин, нормальный одеколон По размерам, да, блин, нормальный одеколон Вот по цене не одеколон Ну, 150 рублей для одеколона Что это, деньги что ли? Там, блин, 120, 130, 140 Ну, блин По запаху необычный По запаху, конечно, будет отличие от того, что в бутылке и то, что на вашей коже По интенсивности, пока не могу сказать Нужно будет потом Как уже на рендере, к любимой подойду там бачком Она заценит, когда что Вот предыдущий, который от Ольги Вот этот вот дремучий весь Там, да, там зашел Он говорит, ой, как интересно Я говорю, а вот, девчонки сами делают Да, ладно Я говорю, ну, делают Оказывается, в парфюмерии не используются винные спирта А Ольга использует И мало того, что она там использует винный спирт Она еще и компоненты для всей этой фигни Для своей, ну, в смысле, а-ля рецепт или колон Она выписывала из Франции Ну, она так говорит Я не был там свидетелем, свечку не держал Но, тем не менее Я не думаю, что есть какой-то резон ей обманывать Скорее всего, так оно и есть Тем более, зная Ольгина отношение вот ко всем этим вот вещам Я думаю, что это правда Поэтому, ну, я ни капельки не удивился, что такой духан Прям такой, ух, так, ух Взрослый, классный Что касается Куднецкий мост Ребята, мазхэф Мазхэф К бабке не ходить Запах по себе Он какой-то не весенний Не весенний, не осенний Он чисто летний Он летний И какой-то, знаете, праздничный такой Вакансион Выходной Суббота Воскресенье Вам нифига не надо делать Вы весь день можете провести с семьей Голова ничем не забита Телефонные звонки вас не разрывают И график вас не теребонит А, беги туда, беги сюда У вас просто, вах Вот так, душа на распашку И вот этот вот запах Вот он Хороший запах На лице чуть-чуть, маленечко остается Но я думаю, что скоро это уйдет Ну, пока не ушло Пока некоторая такая терпкость, липкость есть При рендере, когда уже буду, скажу точно Поехали дальше На зачет Питак Просто Питак Если, допустим, кто-нибудь сказал Говорит, слушай, это что Питак Вот там Кюльнская вода В 47-11-м Еще что-то там Тоже Питак Это Питак, то Питак И этот Питак Ребят За отношение на ценное качество 150 рублей Бабашить вот это Ну, я так и вам скажу Это искусство Так вот За Такой, знаете Вот такой подход Молодцы, ребята, хорошо сделали Химозы никакой Естественные Такие праздничные Веселые, радужные Тона Да почему нет-то? Просто Питак Ну и да здравствует импортозамещение В конце концов Станок Еще одно импортозамещение Да-да-да Слезали Жилет 47-го года Спасибо большое Очень хорошая информация Ценная На самом деле, я не шучу Я не иронизирую Ребят Ну, вот На сегодняшний день Могу сказать Что побрился Ну, чуть ли не так же хорошо Как, например, Физер Популяр Да? Вот До сих пор Из всех мягких станков Я выделял, пожалуй Только, наверное Физер Популяр Все остальные Вейшие и же с ними Включая и Физер Вот этот Супер-пупер Дорогущий Из нержавейки Там за ту Кучу баксов Там Ему памятник поставят За вот Красоту Красивый Зараза Что мама не горюй Вот за одну красоту Его, наверное, можно было бы купить Но в бритье он мне вообще никак не заходил Даже с Физером Ну вот хорошо Но вот что-то все равно не то Понимаете Вот берешь в руку Красивая Монументальная Хорошая вещь А вот Вот не то Вот этот Он побрил лучше даже Лучше Вот для меня сейчас Два нормальных станка Мягких Это Физер Популяр И Наша Волга Вот Вот так хорошо побрели HD 34 Я сюда, наверное, пристегивать не буду Потому что он, наверное, все-таки Поагрессивнее четко-то будет Не на много Но все же Опять же это мое имховое А вот что касается мягких Вот Волга и Физер Популяр Вот, наверное, на них бы я и остановился В следующий раз будет Тимор 1322 от Андрюхи Карасева Посмотрим, что он покажет Пока вот такая вот оценка Волга и Физер Популяр Для меня вот Самые значимые станки Если кто-то спросит Вадим, какой мягкий станок Можешь посоветовать Первое, что я сказал бы Я ничего не советую А второе Ну, мне нравятся вот эти вот два И назвал бы их Так что, ребята Ну, а чем он может не нравиться? Бреет с Физером Разумеется Ну, хорошо Я не так выбрился Как, например, тем же самым Проговорецом Роковом Ну, или восемьдесят девятый Например Есть тут Такие вот С точки зрения этих станков Вопросы Тут бы еще можно было Пару-тройку раз провести Но я не стал этого делать Потому что Ну, я знаю, что он мягкий Ребят, ну От добра до брони ищет Лучше, чем он сделал Он не сделает Можно, конечно же, наезывать Еще там Несколько проходов делать Но особого смысла Я во всем этом не вижу Зачетный хороший станок Нашим респект И я поддерживаю тех парней Которые Костерят и матерят Что нашу промышленность завалили Вот жалко Жалко Продолжали бы делать Идеала у меня, к сожалению Увой нет Когда я был в Питере Была мысль дойти на этот завод Но прошла такая информация Что те все остатки Которые вот На этом заводе Который идеал выпускал Там осталось Порядка где-то двух тысяч Что они Далеки от совершенства И что То, что там сейчас Распродают Очень велика вероятность Того, что тебе Ну Браково на что-то попадется Поэтому я даже Дергаться не стал Если попадется в руки То да, конечно Было бы интересно Мыло Мыло, ребята Мыло, что-то песня Ну Одно слово True Fit Hill Тут я в замешательстве По запаху, конечно же Пять Спокойно умиротворенный Такой джентльменский запах Тут все в порядке Все хорошо По бритью По бритью Тоже как бы знаете Особых проблем По вопросам то нет Даже несмотря на то, что Пены то не было На лице то Вот этой вот О! Лосьонечка то нет уже Все впитался Бритье то было нормально Для смазки там вполне себе Хватало И даже на добривку Если вдруг То не надо было играться По мазкам То в принципе то Всего хватало А вот по пене Ребята По пене Тут полный абзац Тут я даже не знаю С какой стороны На какой кобыле то Подъехать Потому что Структура пены Первоначальная Она да Там все в порядке Все хорошо И там и как бы И алебастер И пузырьки Все нормально Только держалось это все Недолго Структура хороша Но недолго Вечно Таяла и на помазке И на лице И как то грустно Мне от этого стало Потому что Я только на секунду На секунду Представил что это не Труфит Хилл А допустим кто то Из артизанов ко мне Пришел и сказал Вадим А вот Вот Инна Светлана Деко Олинга Он с Питера Покажи мыло Я бы хлоп И показал Ох бы засрали девок По полной И они в голову И по самую маковку Научитесь делать Та-та-там Та-та-там Но это не артизаны Это контор Серьезно Уже не сто лет Как бы там 1800 какого то там Не знаю что сказать Побрился нормально А вот по пене Что то как то Даже не знаю В банан Два Реально два Если заглянуть С другой стороны Так типа там Отмазать это мыло Или еще что то А может это такой хитрый Английский ход Хлоп Намазал Побрил А пена И разошлась Меньше воды тратить смывать Может быть так Англичане же они экономные Вот я хз Хз Рука лицо Голова боли Я даже не знаю Ребята вот скажите в комментариях Что вы об этом думаете Потому что я так Труфитхиллу относился Ну и по кремам И по мылу И по их автошеевым Вообще как бы так С уважением Но фирма то известная На слуху И сегодняшнее происшествие Я меня честно скажу поставил в тупик Я Не знаю Не знаю Вручайте хлопцы Комментируйте У кого был Труфитхилл Может у меня руки кривые Может я не с той стороны И не тем помазком Вот ваше мнение Очень интересно Ну за физер все говорить За физер вы и сами Так все знаете Пришеев Пришеев ребята Вот самая неблагодарная Такая знаете Грустная задача Говорить за пришеев Потому что это знаете Это как вот Как Блин Ну как ложка Вот есть ложка Вот чем тебе ложка хороша Нормальная ложка чего Хлебается и хлебается И здесь нормальный пришеев Бреется и бреется Вот как его заценить По качеству бритья По качеству подготовки Да согласен Можно так Но побрился то нормально Это что значит Это значит что Крем справился С своей работой Или пришеев сработал Вот тут Интересно Интересно Ребят Скажем так Вот с ним хорошо Вот сегодня он участвовал в бритье И все нормально Все хорошо Те коцкие недоразумения Которые были Это мои руки кривые Просто во время видео Выходил С соседом разбирался Он бухой На втором этаже Врубил Я его попросил Выключить Он сказал Ага сейчас До 11 Ну я ему вырубил счетчик Он побежал выключать меня Ну вышли поговорили И может быть После этого Дрогнула предательски рука И чуть чуть порезался Может быть То есть в любом случае Это не пришеев Не мыло И не станок Тут все в порядке Пока Могу сказать Что вот к нему претензий Вообще никаких нет Все нормально Что у нас осталось Ну мюлечка Мюлечка Девочка Мюлечка Лапочка Ну бархатная лапка Колонок Ну Постояла Подышала А опять Баба ягодка Опять Это вещь Это зачетная вещь Не дешевая Не дешевая Но хорошая Хорошая Это упругий Эластичный Вот такой Знаете Мягкий Стержень Вот такой Прям Мне нравится Я понимаю Что все это имховое Наверняка есть люди Которым такие вещи Просто не нравятся Они будут слушать меня Дрянь какая Что ты там рассказываешь Может быть Не спорю Но мне эта штука Нравится И я уже говорил Чем За его Непревзойденную Мягкость За его деликатность В работе За то что он Не сопля и не стержень Он где то так Бачком посерединке Тык 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 Вот это вот Раз и все и хорошо То есть вот Вот стержнем Ну Что то есть Что то есть Сопля Вообще нет ничего Даже рядом не стояло Ну какая сопля Ребят Да побойтесь бога Тут никогда ничего не висело Висеть не будет Этой девке всегда 16 лет Тут все Все нормально И Да и по упругости Так же Так что Хорошая штука Хорошая Что у нас осталось Остался у нас Крем Сандал Ребята пользую уже Третий день Пока На пять лет не помолодел Так что трудно пока сказать Все что пока могу сказать Приятно пахнет Удобен в работе Экономичен Чертовский Ольга Специально говорит Ребята Машки на влажную кожу Чисто умытую После душа выхожу Чуть-чуть Вот так вот взял И он сразу на все лицо И разбежался То есть ну вполне себе нормально Поначалу показался жирным Но после того Когда понял что его много то и не надо Так вот маску взял одну И она на все лицо ушла Вся жирность куда то пропала То есть тут не крем виноват Тут мои вот эти вот тараканы в голове Поэтому ну наверное неделю Через две Увидите пацан 18 летний видос идет Вот это скорее всего Заработало Пока вот могу сказать Хороший Пахнет хорошо Экономично Не более того Сегодня ребята одеколон Сандал Сандал В следующий раз буду одеколон на крупном плане Показывать Но в этот раз что то не успел Ребят я уже говорил И могу повторить Сандал от Диар Харрис Автошиф Не зашел совершенно Настолько он понимаете резкий Настолько он термообойный Убойный Такой прям Знаете как удав хлыстом Звон У тебя в ушах Эхо полетело Не понравился он мне Понимаю что это мое имховое Потому что после того как я его Андрюха Карасева задарил Он говорит Иванов Ни хрена ты в автошифах не шаришь Говорит Это самый лучший автошиф Который я пробовал То есть о Вот видите Два человека Две разных точки зрения Что касается этого одеколона Ребята Это самый лучший сандал Который я когда-либо попробовал Он прямо сандал сандальный Ну не в смысле сандаля А в смысле сандал И вот Когда вы на югах Когда вы берете Вот там иногда Вот там для туристов Продают там веточку сандала Пенек сандал или еще что-то Вот вы берете Вот это вот Янтарно заполированное Вот это вот Многотысячелетнее Вот это вот И так Особенно если водичка Ой Блин как оно пахнет Песня 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 Каждый пшик Этого одеколона Меня тут же переносит на юга Это геленджик Это Восемьдесят девятый год Это моя девочка Мы с ней только-только Познакомились Нам похрену все Два молодых Безбашенных Ходим гуляем Клубнику жрем Херней занимаемся Вещь 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 Очень рекомендую Кто бивается по сандалу Бутылка стеклянная Да небольшая Но хватать вам будет ее надолго По По управляемости Здесь все в порядке Все хорошо Здесь пшикалка Хватает Наверное пожалуй Что часика то на 3-4 Да Это Среднеумеренной зоны То есть если вы Кому-то там С какими-то намерениями Они вас почувствуют А вот После 3-4 часов У вас уже пойдет Строго интимная зона То есть если вы подойдете К любимой Наушкой Лямур Тужур Она его будет Очень хорошо Ну и вы знаете Но все равно напомню Если хотите Чтоб у вас эта штука Дольше сохранялась Не пачкала одежду Самая лучшая зона Это Волосы на затылке Один пшик Волосы Они такие Они предатели В воду Аромат впитывают Долго держат И там долго будет держаться Пожалуй что и все Добра Счастья Радости Берегите себя Берегите своих близких Дай вам Бог здоровья Ну и пускай всегда все будет хорошо До новых встреч С вами был я Вадим Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok